Магомаев, Муслим Магометович Муслим Магометович, Магомед Аглы, Магомаев, Азербайджанский Маслум МММД Аглу Макомаев, 17 августа 1942 года, Баку, Азербайджанская СССР, СССР, 25 октября 2008 года, Москва, Россия, Советский, Азербайджанский и Российский эстрадный и оперный певец, баритон, актер, композитор, народный артист СССР, 1973 Биография Детство и юность Муслим Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку. Его отец, Магомед Магомаев, театральный художник, погиб на фронте за 15 дней до победы. Мать, Айшет Магомаева, сценический псевдоним, Кинжалова, драматическая актриса, сталинская стипендиатка. Дед по отцу, Абдул Муслим Магомаев, азербайджанский композитор, чье имя носит Азербайджанская государственная филармония, является одним из основоположников азербайджанской классической музыки. О происхождении матери, Айшет Ахмедовны, Муслим Магомаев писал, что она родилась в Майкопе, ее отец по национальности был турком, а мать наполовину адыгейкой, наполовину русской. О происхождении отца он говорил, что мать его была татаркой, его бабушка Багдагуль Джамал была родной сестрой Али и Ханафи Терегуловых, а кем по происхождению были предки по его отцу, неизвестно. Сам Муслим Магомаев всегда считал себя азербайджанцем, а про гражданскую принадлежность говорил «Азербайджан, мой отец, Россия, моя мать». Мать, лишившись мужа, выбрала театральную карьеру, уехав в Вышний Волочок, затем в Мурманск, где работала в областном драматическом театре и снова вышла замуж. По матери у Магомаева были брат Юрий и сестра Татьяна. После войны Магомаев рос в семье дяди, старшего брата отца Джамала Муслимовича Магомаева, заместителя председателя Совета министров Азербайджана. Учился в музыкальной школе при Бакинской консерватории, ныне средняя специальная музыкальная школа им «Бюль-Бюля» по классу фортепиано и композиции. Талантливого ученика приметил профессор консерватории, виолончелист Владимир Аншелевич, который стал давать ему уроки. Аншелевич не ставил голос, а показывал, как его филировать. Опыт, приобретенный на занятиях с профессором-виолончелистом, потом пришелся к стати, когда Магомаев начал работать над партией Фигара, в севильском цирюльнике. Так как в школе не было вокального отделения, Муслим в 1956 году был принят в Бакинское музыкальное училище имени Асафа Зейналуэ, учился у преподавателя Александра Милованова и его многолетнего концертмейстера Тамары Критинген, окончил в 1959 году. По признанию самого Магомаева, в школе он был исключен из пионеров и не вступал в комсомол. Творческая деятельность Первое его выступление состоялось в Баку, в Доме культуры бакинских моряков, куда 15-летний Муслим пошел в тайне от семьи. В семье были против его ранних выступлений из-за риска потерять голос. Однако он сам решил, что его голос уже сформировался и потеря ему не грозит. В 1961 году дебютировал в профессиональном ансамбле песней и пляски Закавказского военного округа. В 1962 году стал лауреатом восьми Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Хельсинки за исполнение песни «Бухенвальдский набат». Всесоюзная известность пришла после его выступления в Кремлевском дворце съездов на заключительном концерте фестиваля азербайджанского искусства 26 марта 1963 года. Его первый сольный концерт состоялся 10 ноября 1963 года в концертном зале им. П. Чайковского. В 1963 году стал солистом азербайджанского театра оперы и балета им. Ахундова, продолжал выступать на концертной эстраде. В 1964-1965 годах стажировался в Миланском театре «Ла Скала», Италия. В 1960-е годы выступал в крупнейших городах Советского Союза, в спектаклях «Тоска», «Джей», «Пучини» и «Севильский цирюльник», «Джей», «Рассини» среди партнеров «Мария Биешу». Предложение перейти в труппу Большого театра не принял, не желая ограничивать себя рамками оперных спектаклей. В 1966 году представлял СССР на втором международном конкурсе эстрадной песни «Стран интервидения», «Золотой ключ», в Братиславе, Чехословакии. В 1966 году и 1969 году с большим успехом прошли гастроли певца в театре «Олимпия» в Париже. Директор «Олимпии» Брюно Кокатрикс предложил ему контракт на год, обещая сделать из него звезду международного масштаба. Певец всерьез рассматривал такую возможность, но отказало Министерство культуры СССР, мотивировав это тем, что он должен выступать на правительственных концертах. В конце 1960-х годов, узнав, что ростовская филармония испытывала финансовые трудности и у ансамбля песни и пляски донских казаков не было приличных костюмов для намечавшихся гастролей в Москве, Магомаев согласился помочь, выступив в Ростове-на-Дону на переполненном местном стадионе, вмещавшем 45 тысяч человек. Планировалось, что он выступит только в одном отделении, однако он провел на сцене более двух часов. За это выступление ему заплатили 606 рублей, вместо 202 рублей, которые тогда были положены по закону за выступление в одном отделении. Администраторы заверили его, что такая ставка вполне законна и одобрена Министерством культуры, однако это оказалось не так. Это выступление стало поводом для возбуждения уголовного дела по линии ОБХСС. Когда об этом сообщили выступавшему в Парижской «Олимпии» Магомаеву, то эмигрантки и круги предложили ему остаться, однако он предпочел вернуться в СССР, так как не представлял себе жизни вдали от родины и понимал, что эмиграция может поставить в тяжелое положение его родственников, в первую очередь, дядю, в СССР. Хотя разбирательство и не выявило никакой его вины, и он расписался за полученные деньги в официальной ведомости, тем не менее Министерство культуры СССР запретило ему выступать с гастролями за пределами Азербайджана. Использовав свободное время, он сдал все экзамены и окончил Бакинскую консерваторию по классу пения Шавкет Мамедовой только в 1968 году. Опало певца закончилось после того, как председатель КГБ СССР Ю.В. Андропов лично позвонил Екатерине Фурцевой и потребовал обеспечить его выступление на концерте по случаю юбилея КГБ, заявив, что по линии КГБ у Магомаева все чисто. В 1969 году на Международном фестивале в Сопоте певец получил i-премию, а в Каннах в 1969 году и 1970 году на Международном фестивале грамзаписи и музыкальных изданий, MIDM, «Золотой диск», за многомиллионные тиражи грампластинок. В 1973 году, в возрасте 31 года, получил почетное звание Народный артист СССР, последовавший за званием Народного артиста Азербайджанской ССР, 29 апреля 1971 года. В этом же году он принял участие в озвучке мультфильма «По следам бременских музыкантов», исполнив партии Трубадура, Сыщика и Атаманши, сменив Олега Анофриева, озвучившего первую часть мультфильма. В 1974 году представлял СССР на престижном международном фестивале Tokyo Music Festival в Японии. С 1975 по 1989 год был художественным руководителем созданного им Азербайджанского государственного эстрадно-симфонического оркестра, с которым много гастролировал по СССР. В 1960-е и 1970-е годы популярность певца в СССР была безграничной, многотысячные стадионы, бесконечные гастроли по всему Советскому Союзу, частые выступления на телевидении. Пластинки с его песнями выходили огромными тиражами. Гастролировал за рубежом, Франция, Болгария, ГДР, Польша, Финляндия, Канада, Иран и Дере. Был ведущим «Песни 80» и «Песни 81». В концертном репертуаре певца было более 600 произведений, арии, романсы, песни. Он автор более 20 песен, музыки к спектаклям, мюзиклам и кинофильмам. Также был автором и ведущим цикла телепередач о жизни и творчестве звезд мировой оперной и эстрадной сцены, в том числе, американского певца Марио Ланса, написал книгу о нем. В 1997 году в его честь именем 4980 «Магомаев» был назван один из астероидов. Известный астрономом под кодом 1974 SP1, последние годы жизни он прожил в Москве, отказываясь от концертных выступлений. Занимался живописью, вел переписку с поклонниками через свой веб-сайт. По поводу прекращения выступлений говорил, каждому голосу, каждому таланту Бог определил определенное время, и перешагивать его не нужно, хотя с голосом проблем не было никогда. Много лет тесно дружил с Гейдаром Алиевым, смерть которого в 2003 году тяжело переживал, сильно замкнулся и стал еще реже петь. Последние годы жизни страдал от болезни сердца, еще с юности его беспокоили легкие, несмотря на это, по свидетельству Тамары Синявской, певец иногда выкуривал по три пачки сигарет в день. Муслим Магомаев входил в руководство Всероссийского Азербайджанского Конгресса. Избирался депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР. Одной из последних его песен стала песня «Прощай, Баку», на стихи Сергея Есенина, записанная в марте 2007 года. Смерть и похороны Муслим Магомаев скончался 25 октября 2008 года на 67-м году жизни в Москве от ишемической болезни сердца на руках у своей супруги Тамары Синявской. Соболезнования по поводу кончины артиста высказали государственные деятели России, Азербайджана, Украины, Белоруссии, многие известные деятели культуры и искусства, которые близко знали певца и работали вместе с ним. 28 октября 2008 года в концертном зале имени П. Чайковского прошло прощание с певцом, в тот же день гроб с его телом был доставлен спецевиорейсом в столицу Азербайджана. 29 октября 2008 года церемония прощания прошла в Азербайджанской государственной филармонии М. М. Магомаева в Баку, после чего он был похоронен по мусульманским канонам на аллее почетного захоронения рядом со своим дедом, известным советским композитором. Дирижером Муслимом Магометовичем Магомаевым. Проститься с Магомаевым пришли тысячи людей. Гроб с телом покойного вынесли под звуки написанной и исполненной им песни «Азербайджан». В траурной процессии принимали участие президент страны Эльхам Алиев, вдова певца Тамара Синявская и его дочь Марина, прилетевшая из США. Семья Родители – Магомед Магомаев, 1916-1945, Айшет Магомаева, 1921-2003. Первая жена – Офелия Велиева, 1960-1963 годы, род – 1940, была однокурсницей по Бакинскому музыкальному училищу. От этого брака у Магомаева есть дочь – Марина, род – 1963. Отец Велиевой Шамсаддин Велиаглы Велиев, ученый-химик, работал в Академии наук. Дочь живет в США, в Цинцинате, вместе с семьей – мужем Аликом, Александром Козловским, сыном близкого друга Магомаева поэта Геннадия Козловского, и сыном Алленом Максвеллом. Вторая жена – Тамара Синявская, род – 1943, оперная певица, меца-сопрано, многолетняя солистка Большого театра, народная артистка СССР, 1982. Их роман начался в Баку осенью 1972 года, поженились 23 ноября 1974 года в Москве. Регистрацию брака двух оперных исполнителей организовал художник Таир Салахов. Награды и звания Государственные награды СССР и Российской Федерации Заслуженный артист Азербайджанской ССР, 1964 Народный артист Азербайджанской ССР, 1971, за большие заслуги в развитии азербайджанского искусства Народный артист СССР, 1973, за большие достижения в развитии советского музыкального искусства Заслуженный артист Чечена-Ингушской ССР, Орден Трудового Красного Знамени, 1971, Орден Дружбы Народов, 1980, за большую работу по подготовке и проведению игр 22 Олимпиады, Орден Почета, 2002, за большой вклад в развитие музыкального искусства Государственные награды Азербайджана и другие награды, премии, поощрения, общественное признание Орден, Независимость, Азербайджан, 2002, за большие заслуги в развитии азербайджанской культуры Орден, Слава, Азербайджан, 1997, за выдающиеся заслуги в развитии музыкального искусства Орден, Сердце Данка, Международный Центр Духовного Единения, и, Совет общественных организаций Санкт-Петербурга и Москвы, за выдающиеся достижения в деле развития российской культуры Орден М.В. Ломоносова, Академия проблем безопасности, обороны и правопорядка, 2004 Национальная премия имени Петра Великого, 2005, за выдающийся личный вклад в развитие культуры России Российская национальная премия, овация, в номинации, Легенда, 2008 Петербургская независимая премия им, В.Г. Петрова, Орден, с благодарностью от человечества, Джорджевич Авард, 2020 Нагрудный знак, за заслуги перед польской культурой Знак, шахтерская слава, трех степени Роли в оперных театрах СССР Эстрадный репертуар Песни на музыку М.Магомаева Дискография Виниловые пластинки Было издано более 45 пластинок с песнями Магомаева Информации о точных тиражах этих изданий нет Поет Муслим Магомаев, LP, мелодия, MLLP 0083, 2020 год CD Благодарю тебя, мелодия, 1995 год Арии из опер, мюзиклов, неаполитанские песни, мелодия, 1996 год Любовь, моя песня, страна грез, 2001 год Воспоминания об Абабаджаняне и о Рождественском, серия, звезды, которые не гаснут, Park Records, 2002 год Муслим Магомаев, избранная, Bomba Music, 2002 год Арии из опер, Park Records, 2002 год Песни Италии, Park Records, 2002 год Концерт в зале Чайковского, 1963 года, фонд Рашида Бейбутова, Азербайджан, 2002 год Великие исполнители России 20 века, Муслим Магомаев, Morris Records, 2002 год С любовью к женщине, 4 CD, Park Records, 2003 год Спектакли, мюзиклы, кинофильмы, Park Records, 2003 год Рапсодия любви, Park Records, 2004 год Муслим Магомаев, импровизации, Park Records, 2004 год Муслим Магомаев, концерты, 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 Park Records, 2005 год Муслим Магомаев, Арии по Ичайковского и С. Рахманинова Партия фортепиана, Борис Абрамович Park Records, 2006 год Муслим Магомаев, песни на музыку Александры Пахмутовой, Bomba Music, 2007 год Поет Муслим Магомаев, мелодия Украина, 2008 год Муслим Магомаев, избранная, 14 CD, Bomba Music, 2010 год Муслим Магомаев, лучшие, 2 CD, Star Mark, 2010 год Муслим Магомаев, Арии из опер, мелодия, 2015 года Фильмография Актер Вокал 1963 Любит, не любит, исполняет песню, Гюльнара 1968 Белый рояль, исполняет песню, Лунная сиренада, композитор Александр Зацепин, стихи Онегина Гаджа Касимова 1968 Улыбнись соседу, исполняет песня, Лариса, любовный треугольник 1970 Ну, погоди, исполнение песни, Чёртово колесо, во втором выпуске 1972 Руслан и Людмила, незримый голос во владениях Черномора 1973 По следам бременских музыкантов, Трубадур, Атаманша, Сыщик 1973 Невероятные приключения итальянцев в России, исполняет песню Амор Виюне, композитор Карло Рустикелли 1979 Прерванная сиренада, Микаил, артист 1981 Аспорт, ты, мир, исполняет песню, Стадион моей мечты, композитор Александра Пахмутова, стихи Николая Добронравова 1985 Битва за Москву, песня, Передний край, композитор Александра Пахмутова, стихи Николая Добронравова 1988 Игла, в фильме использована песня, Улыбнись, композитор Арна Бабаджанян, стихи Андрея Вердяна 1999 Улицы разбитых фонарей Новые приключения ментов, Королева красоты, седьмая серия 2002 Товарища Музыка к фильмам Участие в фильмах Память Творчеству и памяти певца посвящены документальные фильмы и телепередачи Муслим Магомаев Портрет на фоне 1993 Муслим Магомаев Страсти по королю Первый канал 2006 Муслим Магомаев Сердце на снегу Первый канал 2012 Муслим Магомаев От первого лица Первый канал 2015 Муслим Магомаев Последний день Звезда 2016 Муслим Магомаев Легенды музыки Звезда 2017 Муслим Магомаев Нет солнца без тебя Первый канал 2017 Муслим Магомаев Последний концерт ТВ-центр 2020 Другое 22 октября 2009 Года Состоялось Открытие Памятника Певцу На его могиле В аллее Почетного Захоронения В Баку Автор памятника Народный художник Азербайджана Ректор Азербайджанской Государственной Академии Художеств Амар Ильдаров Памятник Выполнен Во весь рост А белый мрамор Для него Был доставлен В Баку С Урала 25 октября 2009 Года Был открыт Концертный зал Крокус Сити-холл На территории Крокус Сити В Красногорске В 2010 Году Был основан Фонд Культурно-музыкального Наследия Муслима Магомаева В октябре 2010 Года В Москве Прошел Первый Международный Конкурс Вокалистов Имени Муслима Магомаева 6 июля 2011 Года В Баку На доме Номер 1 По улице Фикрета Амирова Где проживал Певец Установлена Мемориальная доска А одна из школ Баку Названа Его именем Имя Магомаева Носит Также Улица В Баку Комиссия Мосгордумы По монументальному Искусству Приняла Решение Об установке Памятника Муслиму Магомаеву В сквере Палеонтьевскому Переулку Напротив Здания Посольства Азербайджана В Москве И дома В котором Жил Певец Памятник Планировалось Установить За счет ЗАО Крокус Интернешнель С последующей Передачей В Дар Городу 3 февраля 2010 года В Москве Состоялась Торжественная Церемония Открытия Закладного Камня На месте Будущего Памятника Авторы Памятника Скульптора Александр Рукавишников И архитектор Игорь Воскресенский 15 сентября 2011 года Московский Памятник Муслиму Магомаеву Был Торжественно Открыт В Москве В честь Певца Переименован Сквер Расположенный В центре Города На Елисеевском Переулке Между Леонтьевским И Вознесенским Переулками В 2012 году Фондом Культурно-музыкального Наследия Муслима Магомаева Учреждена Именная Стипендия Для студентов Государственных Музыкальных Вузов РФ 15 Августа 2012 Года В Азербайджане Выпущена Марка Посвященная 70-летию Муслима Магомаева 18 Декабря 2014 Года В Баку Состоялась Церемония Носящего Имя Певца В церемонии Приняли Участие Президент Азербайджана Эльхам Алиев Его Супруга Мехребан Алиева И супруга Муслима Магомаева Тамара Синявская 17 Августа 2017 Года В Вышнем Волочке Тверской Области Состоялось Открытие Мемориальной Доски Муслима Магомаева На стене Бывшей Школы Искусств На углу Ванчаковой Линии И улицы Вакжанова Которая Теперь Носит Имя Певца 21 Декабря 2017 Года В Азербайджане Выпущена Марка Посвященная 75-летию Муслима Магомаева 18 Июля 2018 Года В Киеве По инициативе И при всесторонней Поддержке Посольства Азербайджанской Республики На Украине Был открыт Сквер имени Муслима Магомаева И памятник По адресу Перекресток Улицы Вячеслава Памятника Скульптор Сейфадзин Гурбанов В 2020 Году Первый канал Выпустил Биографический Сериал Магомаев В заглавной Роле Милош Бекович 12 Марта 2020 Года Президент Азербайджанской Республики Эльхам Алиев Издал Распоряжение О возведении В городе Баку Памятника Муслиму Магомаеву Согласно Распоряжению Исполнительной Власти Города Баку Совместно С Министерством Культуры Азербайджанской Республики Поручено Осуществить Мероприятие По возведению Памятника Самолет Боинг 737-800 Авиакомпании Аэрофлот Носит имя Муслим Магомаев Магомаев Магом Магомаев Ад stern Магомаев edly Магомаев being 受вnej Азербайджанской